Последнее приготовление перед отправкой гуманитарного груза в Луганск. Его собрали, расфасовали и загрузили неравнодушные жители Куйбышевского района, а также волонтеры, сотрудники предприятий, входящих в Павловскую ассоциацию судоходных и судоремонтных компаний. И мы патриоты, и сотрудники наших предприятий, и вообще нужно поддерживать людей, которые оказались в трудной ситуации, в трудном положении, тем более, что все-таки идут боевые действия. Это надо помогать. Если есть возможность, мы помогаем предприятиям, граждане, участники нашего, наши сотрудники предприятий. Формирование и доставка гуманитарного конвоя в 5,5 тонн прошла при поддержке депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Кроме продовольственных товаров, в недавно присоединенные к России территории отвезут 4 дизельного генератора и товары первой необходимости для детей с особенностями развития. В этом году с площадки судостроительного предприятия, которое находится в Куйбышевском районе Самары, гуманитарный конвой в Луганскую Народную Республику отправили уже в четвертый раз. В течение лета и город, и мы район, то есть через жители, также собирали в первую очередь вещи первой необходимости, которые ребятам в летний период были наиболее нужны, востребованы. Это средства гигиены, личной гигиены. Это, ну, в общем-то, то, что определяет комфортный быт. Мы каждый раз связываемся с представителями Луганской Народной Республики, спрашиваем, что более необходимо. Ну, вот, как и всегда, в общем-то, продуктовые наборы. То есть это предметы первой необходимости, ну, самое востребованное. Гуманитарную помощь самарские речники совместно с жителями Куйбышевского района формируют и отправляют с января 2023 года. За это время в Первомайск, Кировск и Луганск было направлено более 200 продуктовых наборов с суммарным весом около 25 тонн. Все гуманитарные конвои сопровождают сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных компаний. Ольга Павлова, Константин Головин. События.